Всем привет! Сегодня приготовим торт с одним из моих самых любимых сочетаний апельсин-шоколад. И на мой взгляд это очень удачное сочетание. Торт будет состоять из шоколадно-апельсиновых бисквитов, пропитанных апельсиновым сиропом, из апельсиновой начинки и шоколадного мусса. Торт получается очень вкусным, нежным и интересным. Я рекомендую вам его попробовать. Начнем приготовление с ароматного шоколадно-апельсинового бисквита. Здесь я буду использовать цедру и сок апельсинов. Покажу, как я снимаю цедру, потому что это важно. Обратите внимание, снимаем только яркую оранжевую часть. Белая часть полностью остается нетронутой. Это нужно для того, чтобы цедра не давала горечи. И затем из этого же апельсина я выжимаю сок. Его я выжимаю вручную с помощью вот такой вот штуки. Но если ее нет, то можно просто отжать сок рукой из половинки апельсина. И этого количества сока как раз достаточно для бисквита. Далее подготавливаем сухие ингредиенты. К заранее просеянной муке добавляем просеянный какао, разрыхлитель и перемешиваем до объединения. Далее нам нужно соединить апельсиновый сок вместе с цедрой и отправить нагреваться до кипения. А тем временем продолжаем подготовку теста. Яйца начинаем взбивать на невысокой скорости миксера до объединения белка с желтком и до начала образования пышной пены. И затем, не прекращая взбивания, начинаем постепенно подсыпать сахар. Когда весь сахар будет добавлен, продолжаем взбивать массу. Она должна быть очень хорошо взбитой. Она значительно увеличится в объеме, станет пышной и значительно посветлеет. Массу собираем лопаткой со стен чаши и затем вводим половину растительного масла и половину сухих ингредиентов. И при помощи лопатки осторожно перемешиваем. Миксер на этом этапе уже использовать нельзя. Затем добавляем вторую часть растительного масла и сухих ингредиентов. И также при помощи лопатки перемешиваем тесто. Долго тесто вымешивать нельзя. Нужно, чтобы было как можно меньше лишних движений, потому что от каждого движения масса постепенно оседает. Тесто можно оставить слегка недомешанным и к нему влить горячий, только что закипевший апельсиновый сок. И теперь уже окончательно домешать тесто. Но также аккуратно, не слишком долго. И в самом конце можно сделать буквально несколько движений венчиком, чтобы разошлись комочки муки, если они остались. Тесто сразу переливаем в форму для выпечки. И выпекаем в заранее разогретой духовке. Температура выпечки 170 градусов. И в моей духовке этот бисквит выпекался около 40 минут. Выпекаем до сухой и чистой шпажки. Готовый бисквит достаем из формы. Заворачиваем его в пищевую пленку. И убираем отлежаться в холодильник примерно на 5 часов. Теперь приготовим апельсиновую начинку. Я здесь буду использовать вот такое готовое апельсиновое пюре и апельсиновые дольки. И из этих апельсиновых долек можно также самостоятельно приготовить апельсиновое пюре. Итак, в апельсиновой начинке к однородному апельсиновому пюре мы также добавим кусочки апельсинов. Для этого нам нужно очистить дольки апельсинов полностью от всех шкурок и перегородок, чтобы получилась чистая апельсиновая мякоть. И дольки порезать на мелкие кусочки. Если вы не будете использовать готовое апельсиновое пюре, то из этой чистой апельсиновой мякоти можно сделать его самостоятельно. Нужно просто пробить мякоть блендером. Теперь нам нужно заранее подготовить формы для заливки начинки. Нам понадобятся два металлических кольца. Дно нужно плотно затянуть пищевой пленкой. И каждое кольцо установить на свою подложку. Кольца используем диаметр на пару сантиметров меньше, чем диаметр бисквита. Теперь продолжаем подготовку начинки. И нам нужно желатин замочить в холодной воде, хорошо перемешать и отставить в сторону для набухания. Тем временем в сотейнике нам нужно соединить апельсиновое пюре, апельсиновые кусочки, сахар, кукурузный крахмал. Слегка перемешать лопаткой и отправить в сотейник на плиту. И при постоянном перемешивании лопаткой нам нужно смесь довести до кипения. И после кипения проварить около 1 минуты. Смесь должна вот так вот загустеть. Снимаем нашу апельсиновую массу с огня. Желатин к этому времени набух до вот такого вот состояния. Сразу вводим его в горячую массу. И хорошо перемешиваем, чтобы желатин полностью разошелся. Начинку делим на две равные части и разливаем по кольцам. И теперь можно начинку убрать в холодильник до полной стабилизации, либо заморозить. Я одну начинку убрала в холодильник, одну в морозилку. И при сборке торта покажу в чем разница. Теперь приготовим апельсиновый сироп для пропитки бисквитов, чтобы усилить вкус апельсина в торте. Нам нужно соединить сок, цедру и сахар, довести до кипения, прокипятить примерно 1 минуту. И затем процедить через сито и дать сиропу остыть. Перед приготовлением шоколадного мусса и сборкой торта нам нужно подготовить бисквит и форму для сборки. Бисквит нужно разделить на 3 равных коржа. А для сборки торта нам понадобится подложка, разъемное кольцо и ацетатная лента. На подложку нужно будет уложить первый бисквит и зажать его ацетатной лентой и кольцом. Итак, нам осталось приготовить шоколадный мусс. В первую очередь желатин замачиваем в холодной воде, хорошо перемешиваем и отставляем в сторону для набухания. Молоко нужно нагреть до появления первых признаков кипения, но не кипятить. Горячим молоком нужно залить шоколад, дать постоять примерно 1 минуту. И затем очень хорошо перемешать массу, чтобы шоколад полностью разошелся в молоке и масса стала однородной. Желатин к этому времени набух вот до такого состояния. Его теперь нужно распустить и в жидком виде добавить в шоколадную массу. Распускать его нужно аккуратно, короткими импульсами. Я распускала его в микроволновке одним импульсом за 10 секунд. Массу хорошо перемешиваем, чтобы желатин полностью в ней распределился. И теперь этой массе нужно дать остыть при комнатной температуре примерно до 30-35 градусов, а в это время подготовить сливки. Сливки нам нужно взбить до воздушного пышного состояния, они увеличатся в объеме. Взбивать сливки нужно обязательно очень хорошо охлажденными. И примерно в середине взбивания постепенно подсыпать к ним сахарную пудру. Сливки значительно увеличатся в объеме, немного загустеют, но при этом они останутся мягкими и воздушными. Взбивать до устойчивых пиков их не нужно. И теперь взбитые сливки нужно соединить с нашей шоколадной массой, которая к этому времени должна остыть примерно до 35-30 градусов. И с помощью лопатки перемешать до однородного мусса. Вот таким получается мусс, он очень вкусный и можно приступать к сборке торта. Подготовим нашу начинку. Как мы помним, одна начинка здесь из холодильника, одна из морозилки. Та, которая из холодильника, она хорошо стабилизировалась, но при этом осталась полностью мягкой и пластичной. Такой, какой она будет в торте. А начинка из морозилки полностью затвердела. Оба варианта подходят, но замороженную скорее удобнее выкладывать в торт. Ну и теперь собираем торт. Бисквит нужно пропитать апельсиновым сиропом. Для удобства мусс я разделила на 4 равные части. На пропитанный бисквит выкладываем первую часть мусса, равномерно его распределяем и выкладываем первую апельсиновую начинку. Начинку закрываем второй частью мусса. И далее все повторяем. Выкладываем бисквит, пропитываем его. Часть мусса, начинка, часть мусса и бисквит. И последний бисквит также пропитываем. И собранный торт нужно отправить в холодильник на стабилизацию минимум на 8 часов. Верх торта я накрываю пищевой пленкой, чтобы он не терял свою влагу. После стабилизации я верх торта покрыла небольшим слоем ганаша, убрала буквально на 15-20 минут в холодильник и мой торт готов. Из-за того, что мое разъемное кольцо оказалось чуть-чуть больше диаметра торта, мусс слегка вытек и получилось, что покрыл собой торт. Так что таким получился мой торт. Сейчас мы его разрежем и посмотрим, каким он получился внутри. Как я уже сказала, мне очень нравится сочетание апельсина с шоколадом. И этот торт мне очень понравился. А вот такой аппетитный и красивый он внутри. Он получается нежный и очень интересный. Друзья, у меня на этом все. И я, как всегда, благодарю вас всех за внимание. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!